обожаю сырники рецепт не мой сразу говорю это рецепт моей подруги я считаю что он один из самых лучших и самых простых я всегда делаю двойную порцию о количестве ингредиентов я запомнила так на одну пачку творога берем одно яйцо 1 2 столовые ложки сахара 2 3 столовые ложки муки 3 1 2 3 ну и это все конечно с творогом начнем о я уже начала ссоре творог выложили в миску и начинаем его разминать вилкой не сказать что для более-менее однородной консистенции но чтобы не было комков а потом не принципиально можно сахар положить можно под номером один яйцо положить я в этот раз положила сахар в моем случае 4 столовые ложки на одну порцию понятное дело 2 и опять хорошенечко все перемешиваю и да чуть не забыла туда же к сахару пачечку ванилина или ванильного сахара или ванили все что у вас есть все что вы любите все туда если что это я на двойную порцию пачку ванили высыпала а вы смотрите сами ну и опять это нужно все перемешать вбить яйцо в моем случае два и еще раз перемешать но теперь по тщательнее все как следует смешать в одну массу теперь она должна стать однородной и понятное дело слегка желтенькой примерно такой и потом начинаем добавлять муку мука идет под номером 33 ложки моем случае 6 добавили муку что делаем перемешиваем правильно сами все знаете опять нужно все хорошенечко перемешать это завершающий этап приготовления теста дальше будет интереснее а дальше лепим шарики обычные шарики если муки достаточно в тесте то она не будет прилипать к рукам и руки будут чистые а вот если на ладонях остается творог это значит нужно добавить немного муки муки маловато мука ж разная у всех да а если все ок берем на ложку небольшую порцию теста катаем шарик и выкладываем шарики на доску например шарик за шариком и хоп у нас целая доска заготовок для сырников все можно ставить сковородку на средний нагрев я из девяти включаю шестерку ну а вы смотрите сами по своей плите на сковородку наливаю растительное масло и обязательно добавляю небольшой кусочек сливочного сырники будут вкуснее и масло не будет гореть в этом случае обычно я его кусочками нарезаю чтобы она быстрее растопилась и пока масло нагревается вернемся к нашим шариком и обваляем их в муке как следует для этого я в отдельную тарелочку накладываю полторы две ложки муки для данной порции двойной я думаю достаточно творожные колобки вот так вот обкатываю в этой муке и опять складываю на доску и пока масло разогревается на сковороде до нужной температуры я успеваю подготовить первую партию сырников масло шкварчит все готово начинаем жарить ну тут в общем то без комментариев чуть-чуть приплющиваем сырничек и выкладываем его в горячее масло и таким образом заполняем всю сковородку только пожалуйста не надо их сильно прижимать пальчиком слегка тынц тынц и готово а как только все сырнички уложим на сковородочку останется подождать некоторое время пока они не зарумянятся обкатываем оставшиеся шарики в муке пусть ждут своей очереди а сами в это время все-таки подсматриваем за сырничками то и подглядываем за ними и как только видим что зарумянились переворачиваем ну а дальше дело техники ничего особенного и рассказывать здесь нечего печем сырники до румяной золотистой корочки и когда первая партия готова приступаем ко второй вот и вся премудрость готова если у вас не получались сырники раньше попробуйте этот рецепт приятного аппетита